Наверное, за характер окрестили. Это техасский рейнджер прямо, правосудие по-техаски, и все, и пошло. Не могу быть в стороне, когда вижу, что творится беззаконие какое-то. Для себя я с первого дня сказал, что это моя работа. Если не я, то кто? Я другой судьбы не знаю, кроме как служить отечеству. Если бы мы не пришли сюда, то война бы пришла в наши дома. Я заместитель командира батальона по военно-политической работе. Моя работа заключается в том, чтобы солдат не думал ни о чем, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей. Каждого человека здесь, можно сказать, встречал, оформлял, вместе с ними заходил. И уже больше года нахожусь здесь. Люди, которые хотели отсюда уйти, они уже ушли. Здесь остались только те, кто понимают, ради чего они здесь и зачем. Это новая страница в истории новой России. Мы ее делаем своими руками, своим потоком и кровью. После того, как наш батальон принимал участие в битве за Работино, нас вывели на отдых и до укомплектования. Здесь до линии боевого соприкосновения порядка 40 километров. Это не гарантия безопасности ни в коем случае. Самодельные мачты для обеспечения постоянного устойчивого интернета. То есть полностью автономная у нас система. Здесь под землей мы спим, едим и, соответственно, управляем подразделениями. Спускаемся к нам в подземелье. Общая протяженность вот именно этого места, где мы сейчас находимся, это 200 метров по прямой. Даже здесь под землей небольшие укрепления, чтобы, если что, противник уже проник, то можно было вести бой прямо здесь. Ну, при наличии постоянного подвоза продуктов питания и боеприпасов, здесь можно до полугода занимать оборону. Враг не сможет отсюда нас никак выкурить. Полностью автономная система жизнеобеспечения. То есть стоит генератор бензиновый. Здесь оборудованы места для проживания, офицерского состава, личного состава, для приема пищи. Здесь даже есть своя баня. Оборудовали мы ее сами. То есть на 3-4 человека здесь свободно отопление печное на дровах. Здесь личный состав может помыться, постираться. То есть, опять-таки, не надо выходить никуда на поверхность. Подается вода, соответственно, с большого куба. Которые находятся сверху. Ну и никакой нужды боец не испытывает. Всегда чистый, всегда в свежем обмундировании. Все, что надо для жизни здесь имеется. Здесь склад с продуктами. Чтобы даже лишний раз на улицу не появляться, не отсвечивать. Да, вот там сейчас у нас совещание проходит. Над нами 4 бетонные плиты и порядка метра еще земли. Так что нас отсюда выкурить будет очень-очень сложно. Ну, это непосредственно моя работа. То есть, это наглядная агитация. Надо шокировать просто человека. Его просто надо шокировать. Он тогда, когда столкнется с этим, а он с этим столкнется. Потому что он на войне. Рано или поздно. С раненым или убитым. Своим или противником. Он с этим столкнется. Пускай будет готов. Детишки прислали тоже с Елабуги. То есть, он у нас здесь дальше столовая. То есть, каждый, кто идет, он смотрит. Настроение у него поднимается. Ну, все видят, что мы не забыты. О нас думают. Ради их будущего счастливого мы готовы просто. Да на все мы готовы. Место для приема пищи. Оно также под землей оборудовано. Готовит у нас наш повар Дмитрий. Из обычных армейских продуктов творит чудеса просто. Соответственно, место для мытья рук. И, соответственно, вот здесь вот оборудовано оно. Здесь товарищи бойцы. Вот Дмитрий, наш шеф-повар. Да, то есть, всегда вкусная, свежая еда. Мой подымной нож. Видимо, вот потому что у меня много ножей на кухне. У меня и мама повар в свое время была. Ну, и я от нее что-то нахватался и готовил, когда дома. Получалось вкусно. И тут как-то так получилось, да. Людям понравилось. И не отпускают меня с этого места, как говорится. У нас имеется как подлива из тушенки. Мы готовим зажарочку, тушеночка. Это макарошки. Все у нас армейское выдается. Ну, и на первое были щи. Ну, как еще есть. У нас хорошее снабжение. И иногда, если нам хочется чего-нибудь вкусненького, мы можем себе позволить, например, купить какую-нибудь сладость или того же вот мяса захотелось сегодня. Иногда, да, мы шутим, что мне пора открывать свое кафе. Ну, это там будет видно. Загадывать тяжело. Мы сейчас подходим вот в типичное место проживания личного состава, которое находится здесь же под землей. Соответственно, это стеллаж с боевой формой одежды. То есть в случае возникновения опасности военнослужащие покидают спальное помещение, одевают бронежилеты, каски и выдвигаются на позиции, на указанные согласно боевого расчета. То есть, ну, а непосредственно здесь бойцы отдыхают. Соответственно, вот в таких условиях. Восьмиместные кубрики, то есть сколоченные нары, топчаны, спальники. Электричество проведено. Интернет вы видели, он на поверхности. В зимнее время, когда холодно, печь, достаточно двух полешек. И всю ночь тут тепло. Вот такой жид-быт небольшой налажен. У нас коллектив многонациональный. То есть в батальоне есть русские, татары, башкиры, чуваши, марийцы, дагестанцы, осетины. То есть воистину он многонациональный батальон, сплотил нас всех в одном котле. И мы сегодня празднуем Пасху, через некоторое время празднуем Курбан-Байрам. То есть абсолютно ребята все дружелюбные, все они друг за другом горой. И очень приятно находиться в этом коллективе. Душой-то кривить-то не будем, все все понимают. Проблемы были, проблемные военнослужащие. Но неповального такого пьянства, ничего такого не было. Были отдельные личности, которые своим поведением позорили себя, позорили вообще звание военнослужащего вооруженных сил. Пьянство на позициях это равносильно смерти. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и своих боевых товарищей. Это в первую очередь им не надо никому. То есть они видят алкоголика. И то есть сам коллектив солдатский начинает его всячески вытеснять из своих рядов. Объясняют ему, грубо, но по-солдатски. Увидели товарищи, склонные к употреблению, что им здесь воли никакой не будет. И соответственно, мало-помалу этот вопрос абсолютно сошел на нет. Это, как сказать, трофей, не трофей. В общем, это украинский дрон Камикадзе, который пытался уничтожить наших бойцов на позициях. Соответственно, огнем и стрелкового оружия он был посажен и обезврежен. Ну, теперь он займет место в ряду наших трофеев. Хотим организовать какой-нибудь музей батальона Тимир. Вот наш будет первый экспонат. Коллектив в основном возрастной. Людей, которым меньше 30 лет, их очень-очень мало. То есть это все состоявшиеся мужики с семьями, с детьми, которым есть что терять. У которых, ну, то есть это было их взвешенное полноценное решение прибыть сюда. Пойдемте в узел связи посмотрим. Отсюда происходит управление всеми подразделениями из этой комнатки. Как вы видите, тут радиостанции. Здесь же осуществляется их ремонт, коммутаторы. Все это здесь находится. Говорят, что солдат – это кровь, а связь – это нерв. Связь – это нерв войны. То есть без связи ни туда, ни сюда. Все, что осталось от телефона. Вроде бы думают, что такое прошедший век. Однако они себя очень хорошо зарекомендовали на этой войне. Самая такая, скажем, одна из безопасных видов связи. Вот он у нас мастер, экспериментатор. Позывной у него мрак. Вот он в основном у нас и занимается модернизацией. Серьезно начал заниматься еще на гражданке после окончания обучения. Но учился я не на радиоэлектронщика, на инженера-механика. Просто хобби переросло уже в это основное. Поступило предложение своей команды. Сказали то, что набирается батальон ТМР. Не хочешь пойти попробовать? Почему бы и нет? Просто по телевизору надоело уже видеть это все, то, что происходит. Террор, который продолжался все время с мирными жителями. Я считаю, что правильно, что вмешалось в наше государство. Нормально зарабатывал хорошо. Не сказал, что беды свел. Как говорится, на хлеб с маслом деньги в отдельности. И дело не в деньгах. Кто-то может подумать, что за деньгами туда-сюда. Нет. Дело не в деньгах. Дело что-то внутреннее, что ли. Что-то, я говорю, что-то прям щелк в голове. Надо. Иди. Ты там нужен. Очень сложно, со слезами на глазах. Было очень сложно идти. Очень сложно. Тем более дома дети остались. Жена любимая. Дом. Ну, все осталось. И очень тяжело было. И сейчас тяжело. Сейчас тяжело, потому что общаешься. И, как говорят у меня супруга, говорят, у нас, говорят, вся, говорит, личная жизнь пришла к Бартфу онлайн. Один кричит, что я крутой штурмовик, но когда первые пули свистят над головой, он, соответственно, не может заставить себя вылезти из окопа. Другой, соответственно, говорит, что у него все категории БЦДЕ, что он водитель, но въезжает в блок в ближайшие дороги. Тут не угадаешь. Ну, вот за год, за год коллектив утрясся. Каждый на своем месте, как маленький винтик большого механизма. С этими людьми можно к черту на рога и обратно. Потому что это такие боевые парни. Как они себя показали. Да там за нас, можно сказать, сейчас дерутся за то, чтобы заполучить нас к себе в оперативное подчинение. Потому что мы очень хорошо показали себя. Мы известны на весь Запорожский фронт. Это факт. Ну, как сказать, по дому тоскуем, конечно. Ну, и дома все понимают, зачем мы здесь. Здесь жена все равно знает, зачем я здесь. Но все равно, как-никак, все-таки супруга. В основном это тоска о доме. Мы все равно верим, что все вернемся туда, домой, с победой. По-другому быть не может. В этом мы уверены. Это наступательная американская граната, которым вооружены были наши противники, М-67. То есть кому-то она больше уже не пригодится, а трофей, соответственно, будет нашим. Ну и, соответственно, просто, чтобы понимать, калибр 5,56 натовского образца. Больше он наших стрелять не будет. Мы смотрели их аптечки. Такие вещества, которые, ну, человека в зомби превращают, в первую очередь. То есть они не испытывают ни страха, они могут не заметить ранения. Они думают, что они бессмертные, но они очень ошибаются. В каждом подразделении, можно сказать, на каждой боевой машине по талисману и коты живут, и собаки, которые уже с первого момента где-то взяли в приграничной деревне. И он катается, можно сказать, всю войну уже вместе с нами. Мы идем к нашей машине, где у нас сидит еще один бес младший. Бесик, охранник. Да, да, я его с собой привез. Бес, иди ко мне. Вот он наш бесик. Сядь. Бес, сиди. Нет, нет, это же друзья. Нет, ты что? Это хорошие люди. Охранник, охраняй. Все, успокойся. Сядь, сядь. Сиди, молодец. Все, у нас берут интервью. Ну, он хороший, он добрый. Но это же лучший друг человека. Тем более пограничники без собак никак. Это надежный охранник. Он ночью не уснет, не проспит противника. Он это уже доказывал неоднократно своими ночными дежурствами. Даже сейчас он, видите, как реагирует на постороннего человека, тем более в руках посторонний предмет. Для него это как оружие, наверное, скорее всего. Он понимает это как угрозу для хозяина, для нас, для военнослужащих. А так он очень дружно живет с ребятами, все его любят. Ну, так получилось, что поехали мы сюда с ним. Теперь он стал бесик, а я бес. Он же как маленький ребенок с ним возишься. У нас был случай такой, когда по посадке, где находился блиндаж, отработали градами. Там, когда я уже вышел посмотреть, я очень сильно переживал, конечно, за пса. И вот я вышел, он лежал в своем окопе, смотрел на меня такими глазами. Ну, типа хозяин, я сейчас такого навидался. Потому что это, конечно, жуткая штука грады. Но он достойно показал себя. Не струсил, не сбежал никуда. Всегда находился рядом. Мы сейчас едем в 9-ю мотострелковую роту. Это подразделение с наибольшей выгодной стороны зарекомендовало себя в боях. То есть там личный состав единовременно был награжден 9 орденами мужества, 10 медалью за отвагу, 3 георгиевскими крестами и 1 медалью за спасение погибавших. То есть это в одном бою люди проявили случай, можно сказать, массового героизма целого подразделения. Здорово, мужики. Да, их осталось немного, мы ждем пополнения, но никто из них не отступил. Все достойно выполнили свой долг, который на самом деле и потом, и кровью. И ни разу не опозорили ни себя, ни подразделения, ни батальон, ни своей семьи, ни своих родных. Против превосходящих сил противника держались несколько суток. Ходили, штурмовали опорники. К сожалению, и потери в этой роте больше, чем у остальных. 5 орденов мужества, врученные родственникам посмертно, готовятся к новым подвигам. Подвигам, я думаю, никто не откажется снова пойти и дать этим синим то, что они заслужили. Так ведь? Тимер это уже не просто название именного батальона. Это уже бренд, это знак качества. Это значит, что задача будет выполнена. Я бы даже так просто сказал, что тимер это уже образ жизни.